МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкале на канале Ангара.Медиа. С вами Надежда Фролова. В двадцатку субъектов страны с высоким уровнем безработицы вошла Иркутская область. Согласно рейтингу, составленному экспертами РИА Новости, показатель Прибайкале выше 3,5%. Тем не менее, число недоустроенных сокращается. Связано это в том числе с демографической ситуацией. Еще пять лет назад показатель составлял около 7,5%. В 2018 году безработных в Приангаре насчитывалось без малого 90 тысяч человек. От 3 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях на срок от 3 до 5 лет с ограничением свободы до 1 года и 2 месяцев. Такие приговоры в зависимости от роли и участия в преступлениях вынесут в отношении 9 жителей Иркутской области. Следователи установили, мужчины в течение 4 лет, несмотря на решение Верховного суда о ликвидации организации «Свидетели и Еговы», под видом добровольных пожертвований собирали деньги для финансирования экстремистской организации. Общая сумма составила не менее 400 тысяч рублей. Наборная служба продолжает Главное управление Росгвардии по Иркутской области. Отметим, количество вакансий достаточно большое. Каких кандидатов приглашают на работу и каким критериям необходимо соответствовать – далее. Эта служба и опасна, и трудна. В различных подразделениях Управления Росгвардии по Иркутской области появились вакансии. В частности, продолжается набор на службу по контракту в части Иркутской области, Северного Кавказа и Донецкой народной республики. Приглашают кандидатов для комплектования должностей во вневедомственную охрану и ОМОН. Требуются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, отслужившие в вооруженных силах, имеющие образование не ниже полного среднего. В качестве обязательного условия – отсутствие судимости. Сотрудникам и военнослужащим Росгвардии предоставляется обширный комплекс социальной поддержки ТАКИЭКО. Стабильное денежное удовольствие, приобретение жилья в собственность за счет государства в любом регионе страны. Бесплатное медицинское обеспечение. Обеспечение вещевым имуществом, государственное страхование жизни и здоровья. Основные и дополнительные отпуска от 35 суток. Также нашим военнослужащим и сотрудникам предоставляется ежегодный бесплатный проезд вместо проведения отпуска и обратно. И немаловажный факт – это льготный выход на пенсию после 13 лет службы в регионе. В обязанности входит участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Выполнение специальных задач. Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону в Иркутске 43-28-46 или 8-923-707-77-11. А узнать о вакансиях поподробнее можно на сайте областного управления Росгвардии. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. В Минздраве сочли безалкогольное пиво безопасным. Очищенный от спирта продукт становится хлебным напитком, который способен навредить лишь в большом количестве. Как отметили эксперты, много выпитого может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и почками. Ранее российские пивовары заявили, что невзирая на всю безопасность, безалкогольный напиток детям все же давать не стоит. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Мальчишки и девчонки, а также их родители. На экспозицию гигантов! Всей семьей сходите вы! Ждем вас во дворце спорта «Ермак», Ангарск, 192-й квартал 6. Победители муниципального военно-патриотического конкурса «Защитник» наградили в Ангарске. Мероприятие прошло в Музее Победы. В течение полутора недель школьники демонстрировали строевую и физическую подготовку, исполнение гимна и знания автомата Калашникова. Об итогах далее. Военно-патриотическая игра «Защитник» проходит в Ангарске в четвертый раз. В этом году в ней приняли участие 8 отрядов юно-армейцев из 7 образовательных учреждений и спецшколы. Конкурс состоял из 8 этапов. Ребята ходили с троем, демонстрировали физическую подготовку, собирали спил-карту России, разбирали и собирали автомат Калашникова. Уникальность конкурса заключается в том, что судейская ребята по очереди посещала учреждения, которые созданы отряды. За 6 дней в конкурсе были для участия 9 школ, а общая численность участников составила 150 юно-армейцев. Судей степен для участия военнослужащий «Зенитно-ракетного полка» воинковая часть 25512. Я – начальник штаба Ангарского местного отделения юно-армии и преподаватель военно-патриотической школы для детства. Торжественное награждение команд победителей состоялось в Музее Победы. Заммэра Ангарского округа Марина Сайсина поблагодарила педагогов, которые занимались с отрядами. Желаю я вам, чтобы вы с пути своего никогда не сбивались. Правильно выбранный путь в своей жизни позволит вам достигать цехи, реализовывать свои амбиции. Здоровые амбиции для вас – это здорово. Вы будете всегда знать, что вы хотите, как вы хотите, и к этому всегда будете идти. Правильно идем. Третье место завоевали ученики сороковой школы. Второе – у ребят из отряда «Пламя» школы номер 30. Победителями стали кадеты шестой школы. Впереди у ребят военно-патриотическая игра «Зорница», где они также смогут проверить свои силы. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин. Новости 360. Ангарск. Выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченная к 8 марту, открылась в художественном центре Ангарского городского музея. Работа из бисера, вязаные игрушки, украшения ручной работы впечатлили каждого пришедшего на мероприятие гостя. На открытие побывала и наша съемочная группа. В преддверии Международного женского дня в художественном центре открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства ангарских рукодельниц. Не случайно этот вид творчества называют народным. Мастерицы творят изделия, служащие для украшения дома, одежды, повседневной жизни. На выставке представлены работы в различных техниках. Бумажная лоза, стимпанк, вата и еще более 20. Есть совершенно новые такие интересные техники. А есть кто-то уже, один закончился заниматься какой-то техникой своей, перешел к другой. Вот это вот всегда интересно, потому что у всех получается по-разному. Вроде работают с одной техникой, но получается абсолютно по-разному у всех. Поэтому это очень красиво, интересно, это праздничное, эта выставка такая нарядная, она получилась такая легкая, какая-то воздушная. За счет вот тех вот изделий, которые сделали мастера, и они как-то все равно сумели подружиться между собой, это всегда самое сложное в работе. Мастеров, когда мастера такое большое количество, и все работы такие разные, в разных техниках, и вдруг вот они все связались воедино. В каждое изделие мастерицы вкладывают свою душу и тепло рук. Поэтому неудивительно, что работы так похожи на своих хозяев. Какой мастер, такие и его изделия. Они, кстати, очень похожи всегда на своих мастеров. И в чем нам бывает легче, мы когда начинаем расставлять вот этикетаж по витринам, то уже легко так. Ты прочитал фамилию, и ты уже примерно прикидываешь, кто это может сделать куклу. Смотришь, и похоже. На выставке представили свои работы и новички. Самым юным участницам по 12 лет. Экспозиция проработает до конца марта. Ксения Высоцкая, Альберт Омнин, Новости 360, Ангарск. Международный день зубного врача отмечают 6 марта. Дата выбрана не случайно. В 1790 году доктор Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор. Это была большая машина с ножным приводом. В его качестве Гринвуд использовал колесо-прялки, которой пользовалась его мать. И только в 1907 году появилась электрическая бормашина. В праздничный день обязательными мероприятиями считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяют профилактике детского кариеса. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 7 марта переменная облачность, возможно, небольшой снег. Днем температура воздуха составит 5 градусов ниже 0, в темное время до минус 11. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. В Листвянке преимущественно солнечно, а днем не только минус 5 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 12. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Не с кем оставить ребенка в каникулы? Ждем вас в семейном центре Би-Би-кафе. Здесь можно оставить свое чадо и не бояться за его безопасность. Пока родители на работе, с детьми позанимаются опытные педагоги. Семейный центр Би-Би-кафе. 33-й микрорайон, дом 9Е. Второй этаж. Телефон 8999-684-77-48. Уникальный многоцелевой центр семейного отдыха Би-Би-кафе. У нас можно учиться, развиваться и отдыхать. Обучающие игры в собственном кинозале, семейные праздники и школьная продленка. Все это в Би-Би-кафе. Мы создаем мир счастливых родителей. 33-й микрорайон, дом 9. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг солнечно, днем минус 1 градус, ночью до 17 мороза. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Между гор и между скал блещет озеро Байкал. Дует с северных низин сильный ветер баргузин. Волны бьются в берега, а кругом гудит тайга. Раступает сквозь туман великан, хамар-дабан. Дальше белый, как старик, снеговой умкусар дык. С горя бегут перегонки 333 реки. А в средине между скал блещет озеро Байкал. И даже не про то, что наши деды платят тройной ценой за каждый шаг. Четыре года шли ко дню победы сквозь чат войны. И не про то, что враг силен не в меру был. Про то, как дети в плакатном Ленинграде у станков, Клетя в лицо своей голодной смерти, работали для промы. Как отцов их ветер отпевал по Сталинградам и колосили бабы на Руси. Про то, что нам боготворить их надо. А мы, да что там, Господи, прости, мы ежедневно, ежеминутно, Святую память предков предаем под тем предлогом, что живется трудно. Безумно, беззаботно продаем с торгов живую плоть и честь России, Которую не очень-то берут. Живые что? А мертвых вы спросили? Они свое согласие дадут? Что скажет легший под Москвой, Поднявший в атаку кровью, Вмерший в землю в взвод? А тот, уже в Берлине, умиравший от ран, вдали от дома. Он поймет, какие побудили нас причины Забыть, что мы их внуки и сыны. Сорвите с лиц фальшивые личины. Поймите, что не нам, а мы должны встать сами, Поддержать того, кто рядом, Признать свой тяжкий русский крест и рог, Чтоб тот, кто пал в бою по Сталинградам, Потомками назвать, признать нас мог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова